Спасибо большое участникам клуба за возможность выступить. У нас очень достаточно практическая презентация, будет сразу кейс. И мы поговорим о том, как при помощи обычной программы и экспертного мнения, экспертов Института Докучаева, экспертов, которые окончат Тимирязевку, можно получить огромную прибыль с каждого гектара. Немножко о компании базы. У нас полтора миллиона гектар сейчас в обработке. Мы увеличили среднюю маржинальность каждого гектара где-то на 4000 рублей для наших клиентов. И мы уже более 20 лет в отрасли, немножко старая цифра. И сразу кейс. Это агрофирма Кулатка, Саратовская область. Отправная точка этого кейса начинается с того, что наш клиент Алексей Владимирович планирует расширяться. И планирует расширяться на достаточно большую площадь, порядка 20000 гектаров. То есть у него в обработке 19000 гектаров. Он планирует ввести еще 20 тысяч гектаров в обработку. Ему необходима экспертная оценка земель для понимания того, что обрабатывать, как обрабатывать, какие культуры сеять. И конечно же он хочет все этих точек, он хочет дифнесения и дифпосев. Мы провели комплексное обследование, используя наш метод, нашу технологию АСФ. Это запатентованная технология компании Агроноут. Авторы выходца из Тиберязевки, из института Докучаева. Помимо этого, того, что мы провели обследование, провели глубокую оценку земель и составили рейтинг полей. На основании рейтинга полей клиенту были даны рекомендации о том, какие поля вводить обработку, какие поля не вводить обработку. И далее более 200 гектаров оказалось вообще нерентабельно использовать под коммерческие культуры. Соответственно, вот такой рейтинг полей у нас получился по окончанию всех наших работ. Часть из которых использовала программное обеспечение, я о нем дальше немножко расскажу. Часть было экспертное обследование. И результаты хозяйства, они кратно выросли, что говорит о том, что все это было достаточно успешно. Алексей Владимирович также предоставил нам для демонстрации из хозяйства в софте. Где у нас стенд B103 и B113, вы можете подойти и посмотреть программу вживую. Его хозяйство, которое здесь есть рассказы, оно загружено в программное обеспечение. И это у нас все на стенде, можем посмотреть, как это работает. Теперь немножко о вопросах, которые фундаментально заложены в программное обеспечение. То есть, в принципе, что вы знаете о своих полях. Какие факторы, стрессовые факторы влияют, количество ремонтирующих факторов, все, что влияет на результат. И какой результат мы получим в следующем году. Базиса для ответа на эти вопросы три. Это, прежде всего, удаленное обследование, спутниковое обследование. Это локальное обследование, второй блок. И третий блок – это ретроспективные данные. Максимальное количество ретроспективных данных, которые мы можем получить. Для этого мы используем наше программное обеспечение. Это экспертное программное обеспечение. Называется программа TrueFields. Оно не пересекается с текущими системами фарм-менеджмента. Мы с Владимиром Коршуном в сайте обсудили интеграцию. Подписали уже партнерское соглашение. О сотрудничестве будем интегрироваться с Агросигналом. Также мы сейчас ведем переговоры и с компанией GroupWise, и с компанией История Поля. И планируем с ними интеграцию. У нас чисто свой экспертный блок по оценке земель и по экспертному подтверждению зооплодородия. Для кого эта программа? Эта программа прежде всего для руководителей предприятий и для агрономов, для того, чтобы обосновать принятие решения по посеву, по внесению и по применению средств защиты растений. Немножко о самой программе. В нее заложена наша технология ИСФ, в нее заложена нейросеть, которая анализирует большие данные. Для сравнения, мы скачиваем терабайты данных, мы скачиваем большой объем снимков с 1984 года. Скачка одного хозяйства на порядка 10 тысяч гектаров займет более суток. Это не потому, что программа плохо работает, а потому, что количество данных мы получаем совсем другое. Скачиваем все имеющиеся спутники, анализируем их, получаем другой результат. Программа состоит из клиентской части и серверной части. В клиентскую часть входит мобильное приложение для локального обследования, которое синхронизируется с облаком. Для того, чтобы локально обследовать, люди, естественно, выходят в поле, копают разрезы, от этого никуда не деться. Но мы таким образом валидируем тот индекс, тот подход, который мы получили ранее при спутниковом обследовании. Количество обследований при этом в разы уменьшается, потому что по ГОСТу нужно раскопать на поле порядка 20 разрезов. Мы можем ограничиться 3-5 разрезов, для примера. После того, как разрезы подтвердили и мы поняли лимитирующие факторы, которые у вас на поле, можно составить точную базовую карту с зонами плодородия и с оценкой земли, рекомендовать также культуру, рекомендовать количество удобрений и сам вид удобрений, и необходимые операции на поле. Это часть агрофизического обследования, мобильное приложение с его базовым функционалом. Функционал достаточно обширный, с загрузкой карт, с загрузкой карт-шейп-файл, с синхронизацией с веб-приложением. После того, как все работы были произведены, можно уже создать рабочую карту задания на технику прямо в программе и выгрузить ее в любую машину, которая сейчас есть на рынке, для точного внесения, точного посева, и даже ни одного, а до шести компонентов наша программа поддерживает. Для сравнения, текущие машины, которые есть на рынке, максимум, что я видел в своей практике, в четыре компонента. Владимир Станиславович, мне надо собрать, я сам сеял. Модуль создания рабочих карт на основании тех зон, которые мы до этого получили и экспертно подтвердили, тоже интегрирован в программу. Вот такой отчет вы получаете по итогу создания рабочей карты. Немножко географии. У нас, к сожалению, Краснодарский край, как вы видите, желтеньким поменьше. Мы здесь пробовали, не разговаривая, по точному внесению, по дифф-несению. Очень много кто попробовал на DVI для построения зон. В этом есть свои минусы. И сейчас люди уже понимают, что DVI не может являться базой для построения зон по дороге. Здесь, конечно, очень много вопросов по внедрению точного земледелия. Надеемся, что в будущем Краснодарском крае мы тоже сможем покрасить зеленым. Пока у нас в основном в Центральной России и в Казахстане уже более полтора миллиона гектаров мы под эту технологию привели. Самый большой у нас знаковый клиент в Ростовской области. Более 100 тысяч гектаров у нас под нашей технологией только в одном полуне. Команда у нас больших экспертов, более 20 лет в отрасли. Есть кандидаты на профессора, авторы экспертов, методов. У меня, в принципе, все. За деталями программы и за деталями обследования подходите, пожалуйста, на стенд. Так что я сейчас оставлю свои визитки. Если кому интересно, с удовольствием очень все расскажу. Спасибо. Я прошу обратить внимание, что компания Агроноут стремится к тому, чтобы высокие дозы удобрений вносить в зоны высокого плодородия. А тогда как в Краснодарском крае мы часто встречаемся с опытом хозяйств, которые стремятся выравнивать плодородие и слабые участки дотягивать до уровня средних. Есть вопросы к спикеру? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Отвечаю на первый вопрос касательно Кубани. Да, у нас был большой проект, и мы работали с компанией «Алросвет» в Слабинский район. Мы оценили там поля. И недавно мы оценили поля тоже для еще одного клиента в Павловском районе. И они попросили три проблемных поля, мы сделали их оценку. Пока только спутниковую. И, вы знаете, вот очень наглядный был результат. Я могу вам на практике показать, приходите. Поля очень неоднородные. И лимитирующие факторы там разные. Первое – толщина черноземного условия, во-первых, потому что она разная в разных местах. И второй фактор – это рельеф. Ну и гранометрический состав тоже, безусловно, влияет. У нас, на самом деле, оценка идет по большому количеству показателей. Как я уже говорил, это и агрохимия, и агрофизика, и непосредственно уже рельефная составляющая. Да, то есть, влагосодержание и влаготоки. И второй вопрос. Напомните, пожалуйста, еще раз, Виталию. Смотрите, да, это база, то, что мы получаем сначала, экспертный АСФ-индекс, это индекс внутриполевой неоднородности. То есть, красная зона здесь одного поля, она не равна красной зоне другого поля. И он показывает вам большую ретроспективу данных за 37 лет, которые мы собрали. То есть, вы можете глобально оценить, там, в принципе, что-то росло и что-то не росло. Потом дальше лучше локально посмотреть, почему оно не росло. Если у вас там, допустим, солончак, и этот солончак в 70% поля, да, ну, наверное, мы это поле не будем рекомендовать в обработках. И это можно уже оценить путем, там, двух, наверное, разрезов. Если у вас 70% поля, то, я говорю, здесь позволяет количество работ сократить путем очень детального спутника обследования, который мы проводим предварительно. Ответил я на ваш вопрос? А, еще, можно, в продолжении вопрос, вот система от руки интересная. Скажите, пожалуйста, например, я как пользователь, я могу ее полностью пользоваться? Или же она предусматривает модуль, я так понял, почерного отбора проб вас как почроветр? То есть, я смотрю, то есть, вот нейросеть, да, есть. Она с 1984 года снимки анализирует, да, и потом выбирает, там, безоблачные и так далее, адекватные, и строит какую-то картину по сильным, слабым, средним зонам, да. То есть, получается, какая-то картина. На эту картину вы накладываете еще, то есть, выезды и осуществляете почерный разбор. То есть, это такой, еще дополнительный модуль, который, то есть, я сам не смогу полностью пользоваться этой системой, да, то есть, нужно еще скаудинг ваших специалистов. Смотрите, да, здесь вариации, на самом деле, разные, и вариации, это, ну, так сказать, сценарий ветвица. То есть, мы садимся с клиентом и с ним обговариваем тех заданий. Он говорит, я хочу сделать вот это, это я сделаю сам. Или я хочу сделать вот это, это я сделаю сам. Либо все вы замените. Как правило, мы приходим к тому, что проще, что мы сами сделаем все за клиент, потому что мы это уже делаем давно, и уже делаем 20 лет, и мы точно гарантируем результат. Потому что, когда часть работы делает клиент, а по окончании ему нужно все равно принять решение, сеять или не сеять, и получить какой-то результат, но, сами понимаете, да, кто ответственный за результат, вопрос, кто-то делал всю работу, кто-то делал часть работы. Здесь сложно поделить ответственность. Это просто момент переговоров, и, да, вы можете построить в нашей программе, да, можете получить спутники, можете построить базовые индексы, экспертный индекс. Мы пока не передаем клиентам, пока не даем им строить, потому что есть вопросы по его созданию, да, у нас эксперты участвуют в его валидации. Опять же, потому что мы отвечаем за результат. То есть, это не чистый программный продукт, это ПО плюс услуга? Да, все правильно, это ПО плюс услуга. Это программное обеспечение, которое совмещает в себе, как я вот уже здесь говорил, здесь есть и спутниковый мониторинг, и локальное обследование, и анализ ретроспективных данных. Владимир Алексеевич, спасибо.